Всем привет! Меня зовут Алла Сыроватко. Я являюсь парикмахером-колористом уже на протяжении 8 лет. Это будут все цитаты, взятые от моих любимых клиенток. Никого не хочу обидеть, просто вот именно как они меня любят повеселить. У меня есть клиенты, которые стригутся по луне, поэтому стрижка и окрашивание не происходят, пока мы точно не уточним, какая луна и в какой фазе. Еще я очень сильно люблю вот этих вот девушек, которые в начале дома считают, что в принципе колористика это очень быстро и легко, на нее не нужно учиться. Дома начинают выход из цвета, то есть из красного-рыжего, либо из черного-коричневого в светлые. Когда они, начитавшись этих интернет-советов, начинают полностью дома самостоятельно, прикупив все масс-маркет-продукты, делать смывку. И потом в результате все равно приходят ко мне, только я уже стою над этими бедными волосиками и плачу, потому что начинается просто креативное творческое рисование. Еще у меня был прикольный случай, ко мне пришла моя дорогая клиентка и говорит, что вы знаете, у меня смылась краска, это ненормально. Мы подняли полностью ее запись и было выяснено, что она окрашивалась три недели назад. Я так подхожу, говорю, не хочу вас расстраивать, но за три недели ваша краска не смылась, просто корни отросли. Любимые мои курильщики, я как человек тоже с пагубной привычкой. Я вам хочу сказать, что вы выбирайте, что для вас важнее, все-таки цвет волос, либо курение. Потому что в лето, в теплое время года, вообще весной, это, конечно, полбеды выйти. Если там процедура держится полчаса, сорок минут, я с радостью, с легкой душой отпущу вас покурить. Но если же это холодное время года и вы блондинка, и мы осветляем, либо это какая-то серьезная процедура балаяжа, и где я одну прядь наношу, другую уже внизу смываю, то тогда, извините, нет, никакого курения. Также самое популярное, это любительницы перевоплощений, перевоплотиться. Девушки с длинными русыми волосами в одну длину хотят перемен, срезав кончики в 2-3 сантиметра. То есть на предложение окрасить волосы, принести туда какие-то блики, блеск и так далее, категорически нет. Сделав какую-то текстуру, форму, тоже нет. Но при этом, пожалуйста, постриги меня на 3 сантиметра и категорически измени весь мой внешний образ. Также часто встречалось в моей профессии, что приходят девушки с необычными желаниями. Вот когда в тренде были холодные оттенки, эти любительницы пеплов иногда перегибали палку и хотели вот этот вот, как они его называли, цвет мокрый асфальт. Просто я старалась максимально переубедить на то, что есть более другие цвета, есть просто пепельный, а этот весь мокрый асфальт будет отливать оливкой и так далее. Но, к сожалению, нет. Я не могу настолько рисковать моей репутацией, когда клиента просто спросят, кто тебя окрашивал, и в результате она скажет, что я, да, а у нее асфальтно-оливковые волосы. Волосы необходимо окрашивать с регулярностью раз в месяц, так как корень в месяц отрастает на 1-1,5 сантиметра. Если окрашиваться позже, то тогда краситель хуже ложится. Колористу необходимо больше времени на двойное нанесение. Вы, соответственно, заплатите больше. В зависимости, конечно, от шампуня, который вы используете, но в среднем краситель держится месяц. Парикмахер-колорист – это человек, который занимается непосредственно окрашиваниями, сложными окрашиваниями, сменами цвета. Вот все, что касается смены образа в плане цвета ваших волос. Да, это абсолютно несложно, мы всего лишь учимся на это все десятками лет. А так это абсолютно несложно. На самом деле красители, которые вы видите в масс-маркет, они рассчитаны на среднестатистические волосы. То есть на среднестатистический цвет. Когда вы приходите непосредственно к парикмахеру, он подбирает краситель и оксидант, подходящий под ваш тип волос, под вашу толщину волос и под ваш уровень глубины тона. Таким образом, мы жалеем ваши волосы. А используя краситель бытовой, вы можете очень сильно навредить вашим волосам. Ну, как все люди, у меня тоже может быть и плохое настроение, и усталость. И тогда, конечно, сильно активное общение с клиентами уже дается сложнее. Но я всегда стараюсь позитивно относиться к любым клиентам, настраивать их на, знаете, такую волну гармонии, расслабления, чтобы в моих руках они чувствовали себя вот, ну, счастливыми. Последний год, наверное, таких было несколько, причем вот из таких самых свежих вспомню. Почему-то сейчас стала очень актуальной темой, девушки сильно зависят от мнения мужчин, мужей, своих парней настолько сильно, что они уже не могут сами для себя выбирать, что им одеть, как им выглядеть и так далее. Не раз в прошлом году сталкивалась с такой проблемой, когда клиентка приходит ко мне, окрашивает волосы, ей все нравится, она очень счастлива. Мы работаем, выбираем по фотографии, там, цвет, по фарбкарте, ей все устраивает, звонит через несколько дней, а все, кошмар, мне не нравится цвет, он мне не идет. Когда я приглашаю на повторный визит, чтобы обсудить, что же пошло не так, может, вымылся краситель, может, я что-то не так сделала, мы доходим до корня проблемы, что непосредственно муж сказал, что мне не идет этот цвет, все, все не так. Вот поэтому. Зеленые концы я окрашивала, также я участвовала в конкурсах колористических, а там, как бы, мы красим уже не классические цвета, мы используем уже более яркие, и там уже мы расходимся во всем. И я красила, знаете, такие лиловые корни, переходящие в бледно-бледно-розовый. Сейчас стала тенденцией мужчины делают не окрашивание, а камуфлирование седины, и касается только именно мужчин с сединой. Мужчин, которые с натуральными волосами один-единственный раз я окрашивала, это было осветление и послепепельные кончики на удлиненной челке. Но чаще всего это сейчас просто популярно делать камуфлирование седины, так как седина из белого цвета становится темно-графитовой, и мужчина визуально выглядит очень посвежевшим. Знаете, это наблюдается вот сейчас начало весны, всем хочется после зимы каких-то ярких красок, что-то новое, и сейчас начнется вот это вот желание к переменам. Оно происходит чаще всего у девушек два раза в год, это перед началом осени и перед началом весны. То есть перед холодами хочется себе каких-то ярких красок, чтобы вот как только пойдет эта слякость, серость, чтобы радовались волосы, а перед весной хочется так же расцветать, как весна. Мы все живем в 21 веке, это довольно-таки популярно, задавать вопросы в социальных сетях, но я все равно стараюсь пригласить клиента на визит, на консультацию. Она абсолютно бесплатна, просто чтобы я посмотрела волосы, подержала их в руках. Девушки фотографируют волосы почему-то против света, присылают мне фотографии, где я могу наблюдать, что она вроде как коричневая, а она по итогу приходит, она черная, и уже речь идет либо о других суммах, либо о других процедурах. И вот такие вот происходят моменты. В среднем колористу нужно обучаться и повышать свою политикацию раз в 2-3 месяца. Один визит в такие города, как Киев и Днепр, у нас стоит от 2,5 до 9 тысяч за 2 дня. Также прошлый год отметился моими какими-то рекордами. В прошлом году я делала окрашивание девушки, балаяж, которой была длина ниже попы, и по толщине, ну такая, знаете, настоящая русская коса. И я окрашивала ее 12,5 часов. Гадина, гадина, гадина! Как колорист мой любимый инструмент является кисть. А что на счет Библица? Это стайлеры, а не инструменты. Я все-таки являюсь не только колористом, но и парикмахером. И у меня есть клиенты, мужчины, которые любят у меня стричься. И вот принципиально стригуся только у меня. Я не... Мужчины, я вас очень сильно люблю. Но я так не люблю стричь мужские стрижки. Вижу. Мне нравится результат. Вот мне нравится... Почему больше нравится красить, чем стричь? Потому что, когда ты окрашиваешь волосы, ты сразу видишь результат. Вот они сменили цвет. Вот девушка получила новый образ. Когда ты меняешь стрижку, это видно, но не так сильно кардинально. Даже если убирается длина, все равно. Вот цвет волос намного больше меняет человека. И поэтому мне нравятся результаты. Результат здесь и сейчас. Мне кажется, Владимир Александрович прекрасно в его натуральном свете волос. Низкий вам поклон и респект. И, по-моему, его колористы неплохо справляются с его сединой. Потому что одно время у него были довольно-таки седые виски, а сейчас они очень посвежевшие. Так что я считаю, что Владимир Александрович все-таки делает камуфлирование седины. Это ясно. Но все равно, каким цветом ты хотела бы его покрасить? То есть, все ведется к тому, чтобы покрасить его в зеленый цвет, да? В зеленый цвет. Нет, я бы оставила его натуральным. Если ты подсказываешь, в зеленый цвет. Нет, не буду его красить в зеленый цвет. Нет. Нет. До новых встреч.